Всем привет! Меня зовут Анна Дегтярёва, мне 13 лет. Это мой проект, написанный на питоне. Получается, вот сейчас вы видите код. Это код игры. Тут 1500 строк. Ну, с лишним, конечно. Вот. Сейчас мы её запускаем. В общем, это визуальная новелла. Это квест, приключенческий. Игра, ну, на проверку знаний, так сказать. То есть, сейчас мы попадаем в менюшку. Здесь есть старт, скейп, about the game и выход. Так, мы начинаем старт. Сказывается история о игроке и его дедушке. Они, так сказать, у дедушки есть машина времени. Ну, и он берёт с собой внука, чтобы спасти будущее. Тут вот рассказывается про будущее уже. 2535 год. Вот. У людей всё шоколадно. Идём дальше. Здесь вот диалог такой небольшой. В общем, всю игру мы читаем и отвечаем, ну, на вопросы. Улучшаем задачки. Здесь вот, например, нам надо узнать координаты нахождения пещеры. Вот есть такие вот уравнения. Надо их решить и потом уже из них составить вот один из этих вариантов. Вот, например, выберем А. Правильно. Нам плюс монетка. Ну, и спасается одна жизнь. Идём дальше. Вот. Сейчас в море. Отвечаем на вопросы. То есть тут вот, например, химия. Вот. Здесь биология уже. Вот. Ответим неправильно. Всё. Ошибочка. У нас минус жизнь и минус монетка. Идём дальше. Здесь уже вот. Кто из учёных открыл всемирный закон тяготения? Ну, это уже физика. Вот. Стак Ньютон, конечно. Идём дальше. Здесь азбука Морса немножечко переделанная. И вот мы собрали все семь камней. Мы соединили их, и теперь он может исполнить одно из наших желаний. У нас есть три варианта. Здесь уже вопрос такой нейтральный. То есть любой из наших ответов никак сильно так не повлияет. То есть, например, раз. То есть войны не будет. Мы спасли мир. Нам подарочек. Вот. А если бы мы выбрали, например, чтобы Китай стал частью России, то же войны не было бы, но Китай теперь частью России. Идём дальше. Вернулись домой. Ну и вот прошли. То есть очки жизни. Снова нажимаем на что-нибудь и снова в меню. То есть мы можем пройти, почитать о игре и выйти. Тоже спасибо за внимание. На этом всё. До свидания.